всем всем здравия желаю и желаю вам показать ну наконец-то по теме по бритвам наконец-то легкие сдвиги есть в работе именно с бритвами нет ну я еще немного занят ножами но вот эти два клиночка вот я из элмакса соберу в ручечки и ура я наконец-то занимаюсь уже с бритвами иначе у меня уже колбасит и меня вот один очень хороший человек из косодавского края прислал мне две бритвки для разминочки как бы для начала вот этого движения в сторону бритв это уже прямо вот радует бальзам на душу и это было прислано на реставрацию немка была приз прислана моя бритвка то есть не моя уже его но моего изготовления он захотел чтобы к клиночек был чуть-чуть поуже чуть-чуть имел легкую вогну то есть то есть клин но все же ужас с уклоном в одну четвертую и а правую захотел именно из g10 и узкую и так давайте начнем с чего ну давайте начнем туда как всегда как книгу с левой стороны слева направо вот такая вот немка так это ее чехол сразу видно что он родимый от нее да сразу скажу что у вас становление было неполным тем что ручка не разбиралась вот как-то вот так надо было сделать то есть ручка вот виктор для вас также видео было так вот выведена в чистоту и в гладь в полную благодать вот это место грели потому что изначально бритва была собрана мастерами немцами именно неровно то есть они разные длины чуток вот эти вот каждая часть оправы из-за этого бритва заходила вообще то есть не то что не ровно по центру она заходила за пределы оправы ну и плюс ко всему к этому был вертолет тот еще прям вот вертолет убрал своим методом знаю как это делать чтобы она закрывалась ровно правильно вот так вот сделал поэтому оправа вся родная клепки пины пины да 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 все родные все зачищено единственно что вот тут вот где нельзя нормально подлезть я почистил но в чистоту полу видите невозможно не разбирая оправы вот так же зачистил все по полотну по эрлу везде от меня пальчики оставляю просто вот была обратная улыбка она исправлена геометрия по ширине исправлена вот состояние то есть она выглядит как новенькая вот и по клиночку именно вот то есть что новое что вот это вот бы ушка она смотрится принципе как новое он виктор поздравляю сохран то что нужно вот так это покажу еще и наверное может быть вот так кому-то будет интересно торца вот бритовка не заточена еще все будет затачиваться хорошо звенит кстати производитель неплохой тут вот принципе есть косячок допустим вот здесь он есть неровная вот шлифовка вон на ее сразу видно кто поймет увидит да ну как быть с нерабочей часть не ходовая и поэтому фиг с ней но в остальном бритовка сделана на удивление хорошо ну еще конечно же вот оправа по отношению полотно все скажут хорошая права да потому что немец если бы я это сделал мне сказали чё тут за у тебя от лопаты ручка как бы так ну это уже совсем другая история очень бритовка виктор исправлено как мы и договаривались все сделал четко правильно как нужно и она как и вторая бритовка на заточку подготовлено вот это оправа бывшая оправа это то что было вот на этой бритовки вот если разницу от сравнить то и ой стачи эту я уже стачил как под шаблон давайте не будем не смотреть вот смотрите в чем разница виктор также смотрите ширина то есть значительная ширина заменена длина по клинушку заменена как договаривались и торец то есть подрисовал сделал все все как договаривались по клиночку так же то же самое перешлифовал клинок ох какой залапанный секунду сейчас протру вот протер потому что только что после сборки бритвка перешлифовал клин был клин 75 процентов теперь он ориентировочно процентов 60 то есть он ближе уже к одно четвертый но все же это не одна четвертая никаким образом это клин все же опять же остается вот так вот и вот сделал для вас ох ты не то протернула на устрия да тут все также подсвежил все сделал и оправка вот сами смотрите соотношение ширина я права то есть она могла быть еще уже если честно просто я что-то уже наш ракусь этих их карандашами называю такие варианты белый клинышек ну знаю что вы любите белые клинышки на черных оправах это G10 та вот самая упругая мощная неприхотливая легкая G10 пружинющая вот так она выглядит тоже не заточена но это клин и поэтому тут она уже острая борется даже ему сейчас можно но это будет так вам сказать то есть это будет жестко это будет неправильно это будет не то поэтому она естественно тоже будет затачиваться вместе вот с немочкой забыл сказать обратите внимание на то я вклею это видео в общее на клепки то есть точнее на шайбы видите размер то есть вот на этой бритвке ой я использовал размер шайб вот именно тот который я вам как-то говорил что вот этот будут миниатюрные шайбочки делать пробовать вот они как в итоге выглядят то есть вот так вот когда будет все это протерто это будет лучше видно но вот и будет все это отправлено к вам на доброе пользование вот так вот такие вот новости по восстановлению да по поводу заточки у меня вот время от времени постоянно спрашивают заточу ли я не заточу занимаюсь или нет ли заточкой давайте отвечу коротко и просто если у вас вообще без вариантов ну вот некуда податься ну так вот все да без проблем никогда не брошу заточу все сделаю как надо если у вас есть какой-то вариант кроме меня то есть рабочий вариант нормальный желательно туда вот честное слово просто я настолько загружен работой постоянно что для меня это реально сложно реально напрягает это не то что не подумайте что я там делаю сотнями тысячами там гоню потому что я весь вот в работе нет потому что я один и одному сложно прогнать даже две штуки даже пять штук тем более десять вот так вот потому что если делаешь правильно души по всем понятиям то есть вот этим вот по всем техническим то есть характеристикам что все было на высшем уровне это делается все долго вот загруженный по этому поводу сказал по фреймбекам кто меня спрашивал лежат лежат фреймбеки вот в таком нешлифованном закаленном состоянии вот здесь постоянно под руками вот то есть у 9 сталь по моему делал ну-ка я посмотрю да вот она у 9 блин вот в таком вот драненьком заготовленном состоянии неохота мне пока с ним заниматься поэтому отладываю в сторону и если я займусь бритвами то я пока точно не знаю какими именными модельками вообще хочется комиссорий сделать но комиссорий как то я заметил спросом меньше всего пользуются поэтому наверное буду делать скорее всего то это будет копия снято с труд ватчи бритва не подарок а как то там бритва да блин забыл ну в общем из таких элитных бритв которые считались элитными именно труд ватчи там на них еще рисунки мосты рисовали все прочее вот эту гравировку делали была подарок бритвы вот эта самая самая такая у них прямо выпендрежная была вот так вот и на данный момент в принципе это все новости так что вот Виктор на данный момент нужно подождать его на заточке не нужно для этого выбрать время нужно чтобы все подготовиться к этому чтобы все прошло успешно естественно вот я вам об этом сообщу а так вот пока на видео вот взгляните как что ну и все погнал делать пока еще ножи но уже с настроением переключиться на бритвы тем более пришел такой микро ну пускай хоть микро но заказ какой-то на клинки бритвенные вот их как раз тут протащу и как бы вот это будет у меня вот вот это вот это заказик как бы все это разминочкой чтобы хоть немного сделать бритвки вы спросите почему я это вдруг задергался да вот так вот склад опустел нет со склада ушло всего две штуки по-моему да точно не запоминал где-то штуки две ушло ну я в принципе это и произведу штуки три-четыре не более того ну просто ну сколько можно терпеть и делать то что не нравится делать а просто чтобы занимать свое время и поэтому вот так вот ну надеюсь все получится так как я сейчас вот это все решил как это хочется а там время покажет все всем пока увидимся